У меня есть стратегия, интересно, как не потерять деньги в акциях. И вы скажете, а какова гарантия данной стратегии? А я вам, друзья, отвечу, гарантий абсолютно никаких. В инвестициях гарантий не существует. И никакие стратегии не могут ничего гарантировать. И это нужно понимать. Даже может случиться с банковским вкладом, все что угодно. Главка, которая стоит возле подъезда, где гарантия, что она завтра так там и будет стоять, хотя до этого она стояла там 20 лет. Вы можете спросить, а кому подходит данная стратегия? А я отвечу, данная стратегия подходит не всем, а только подойдет определенным инвесторам, у которых есть определенные акции. Вы спросите, а какие это акции? А я вам, друзья, отвечу, это акции Киви. Я понимаю то, что у большинства может акций Киви не быть, но, как показывает моя статистика, я написал не одну статью в Яндекс.Дзене. И также я писал посты в Телеграм-канале. Статьи набрали приличное количество дочитываний. И также в Телеграм-канале я видел, что этими постами, где я писал про Киви, делились в другие чаты, возможно, каналы. Поэтому данная тема актуальна. У тех, у кого нет акций Киви, возможно, вам тоже будет интересно послушать, как говорится, лишней информации никогда не бывает. На рынке бывают разные случаи, разные фиаско, стратегии. Прежде чем я перейду к стратегии, напомню коротко. Недавно Центральный банк России отобрал лицензию у Киви-банка. И на этом фоне акции начали у нас падать. И рухнули ниже 300 рублей. Что я сделал? Я докупил 5 акций. Вот он скриншот, и позже будет брокерский отчет, где я все это покажу в Кит-финансе. Сразу скажу данную стратегию. Все это расписывал в Телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить полезный материал, в том числе по акциям, новости. И плюс диверсификация, друзья, наше всего вдруг YouTube заблокирует. Вы скажете, зачем я купил 5 акций? Отвечаю, друзья. У меня было 620 рублей среднее, и было 30 акций. Мне нужно было сделать среднюю ниже 581 рубля. Ну или 580. Вы скажете, а зачем? Ну те, кто следит ситуации в Киви, или у кого есть акции, те все прекрасно понимают. Киви до этого объявил байбэк. Они планируют выкупить акции по 581 рублю. Так вот, купив 5 акций Киви, я добил свою среднюю до 573 рублей. Значит, я смогу подать либо на выкуп акций по 581 рубль, и тем самым выйти в ноль. Либо акция на бирже подскочит под 581 рубль под выкуп, что закономерно. И здесь я тоже смогу реализовать свой выкуп. Но в данной стратегии тоже есть минусы, так как байбэк может и не случиться. Есть некоторые нюансы, о которых мы поговорим выше, в том числе. Главный нюанс – это отзыв лицензии. У Киви-банка, который уже был продан, в данной стратегии не все так гладко, как кажется. Здесь очень много нюансов, но есть шанс на то, что у меня получится выйти в ноль. Может быть, спекулянты в свое время как-нибудь помпануты акцию. Вот до этого было, кстати, до 400 ее помпанули в тот день, когда она упала. Может быть, будет отчет у Киви хороший. Очень много разных нюансов, тем более сейчас торгуются иностранные Киви. Российская Киви никакой роли здесь не играет. И, возможно, я уже рассказывал, будет хорошая отчетность, и Киви иностранные будет успешно. Самое главное, чтобы не было делистинга. Вот тогда будет, конечно же, плохо. Но, скорее всего, делистинга не будет, это уже в самую последнюю очередь, если компания банкрот или что-то еще. Но Киви иностранные и так имеют неплохое количество денег на счетах. Если удастся еще реализовать эту сделку, то и подавно будет неплохо денег. Не зря они захотели делать байбэк и аж по такой цене по 581 рублю. Плюс Киви уже и так убрали из всяких индексов, понизили в третий, по-моему, список. Теперь, чтобы ее приобрести, нужно проходить тестирование и тому подобное. Поэтому ограничений много, всего много, но посмотрим, поза у меня небольшая. Стратегию вот такую вот я для себя избрал. Хитрую, непростую. Посмотрим, что из этого получится. Хочу сказать также, что данная стратегия, это не панацея, и поэтому здесь нет никаких гарантий. Я чисто подписался под эту стратегию, но эту стратегию, еще раз скажу, у меня ушло 1400 рублей. Но в этом видео по традиции поговорим про мои покупки. В Хитфинансе я покажу вам свой портфель в личном кабинете, в приложении. И сейчас еще поговорим немножко про акции Киви и про некоторые новости. Поехали, в общем, на мой рабочий стол. Сейчас я вам там все покажу. Прежде чем мы перейдем к акциям Киви, предлагаю вам ознакомиться с моим телеграм-каналом и подписаться сюда. Потому что здесь я все свои движения, какие-либо стратегии описываю. Также покажу свои сделки. Вот смотрите, видите, 22 февраля я как раз таки показал, что я купил те самые 5 акций Киви. И здесь вот я расписал, видите, какова моя стратегия. И пояснил эту стратегию, которую я вам ранее рассказал. Также я здесь показываю свои другие сделки, пишу вот новости, показываю свои дивиденды. Поэтому подписывайтесь. Теперь давайте поговорим немножко про акции Киви снова. А потом уже поговорим про другие акции, которые у меня есть в портфеле. Ну, точнее, расписки. Смотрите, сейчас Киви у нас торгуется уже 267 рублей. Вот здесь оно торговалось по 400 с чем-то рублей. Это перед тем, как вышла новость, что у банка Киви отозвали лицензию. И на этой панике, видите, инвесторы начали скидывать, получается, акции. Хотя вот данное Киви, которое торгуется здесь, оно вообще не имеет отношения уже к Киви банку, так как он был продан. Также до этого акция стоила около 500 рублей. Вот здесь и после того, как мы узнали про то, что Киви продает бизнес, российский год упал до 400 рублей. Смотрите, у меня на данный момент 35 акций, средняя 573. Я подгонял под 581 рубль свою среднюю. Я рассказывал про эту хитрую стратегию в самом начале видео. Если вы не смотрели, перематывайте в начале. Итого у меня капитал 20 тысяч в общий вложенный. Сейчас убыток 10 тысяч. Как бы убыток не хочется фиксировать, пока я подожду. Но есть определенный риск, про который я уже рассказывал. То, что выкупы могут же его не быть или его могут сократить. Тогда придется засесть здесь надолго. Частично этот, скорее всего, уже риск реализовался, так как вышла недавно буквально новость. Даже вчера, по-моему, то, что Киви пока не знает, получит ли она деньги вообще. И как эта ситуация с отзывом лицензии решится. Давайте сейчас посмотрим эту новость. Вот у нас на интерфаксе данная новость. Видите, Киви предупредил о возможностях рисках для байбека на фоне потери лицензии Киви Банк. О чем я и ранее сказал. Что такое риск может быть? Киви может сократить или отложить обратный выкуп своих активов в случае невыполнения покупателям российских активов. Обязательств по их оплате на фоне отзыва лицензии у Киви Банка. Говорит сообщение. Тоже есть интересная статейка. То, что сам Киви не видел никаких банкротств у Киви Банка. То, что отзыв лицензии, вот как я ранее прочитал, он негативно скажется. Российские активы консолидированы в рамках дочерни компании ООО Киви. Пришли к гонконгской компании. Это я все рассказывал в предыдущих уроках. Вот она сумма сделки. У нас 23,73 миллиарда. Вот эти деньги должны были пойти частично на байбек. И их должны были выплатить, видите, частями с четырех лет. Какая-то сумма, по-моему, должна была, то ли 18 сразу пойти. Международная компания отметит, что определенности относительно дальнейшего развития ситуации пока нет. И неизвестно, останутся ли какие-то средства о Киви после ликвидации. Но само, видите, Киви оценила активы банка в 25 миллиардов рублей. Это даже получается почти как в сделке. Но там же еще не только банк были, а какие-то еще другие бизнесы. Киви отметил, что отзывы лицензии негативно скажут. Но в договоре указано, что никакие события не могут повлиять на сделку. И сам договор не может быть расторгован. При этом отмечается, что уверенности в том, что сможет покупать выполненные свои обязательства в рамках сделки нет. Если гонконгская компания не сможет вывести деньги в указанный срок, то Киви имеет право распоряжаться акциями компании. Вот этой гонконгской, которая и приобрела. Они акции свои заложили. И то есть продажа вот этих акций будет проблематична. То есть Киви, если деньги не получат, может реализовать акции данной компании, которая сейчас под залогом. Но она, видать, не публичная, не знаю, а может и публичная. Выходы какие-то есть, поэтому здесь, мне кажется, терпение может и вознаградиться. И то, если они байбет не снизят. Скажут, что у нас было 581 среднее, а теперь мы ставим 500 или вообще 300. Такое тоже может быть. Киви подчеркивает, что не намерена возвращать в себе проданные российские активы. В случае неплатежей будут искать третью сторону для выкупа деберской задолженности вместе с правом требования по закону. Компания может воспользоваться другими правами и средствами помощи защиты. Так что вот такой вот интересный, непростой кейс получился. На днях произошел очередной нежданчик. И появились в новостях вот такие новости. То, что ФСБ начал проверку банка Киви. Из-за возможного вывода зарубеж денежных средств. Которые были получены незаконным путем. Об этом сообщает источник, осведомленный о проверке. На этом фоне Киви вообще у нас акции рухнули. Ниже 200 рублей, потом чуть-чуть отросли. Это, конечно же, плохой звоночек. Это, кстати, может подорвать мою стратегию. Пока что я предпринимать ничего не буду. Посмотрю за развитием событий. Может даже еще и докуплюсь. Но это все, опять же, на свой страх и риск. Чтобы снизить еще свой средний. Может быть все пройдет гладко. А может быть даже если не гладко. Это Киви-то иностранная. Она торгуется у нас на бирже. Не знаю, может ли это как-то повлиять на то, что ее исключат из биржи. Может ли это такое быть. Или чтобы Киви исключить из биржи, нужно более весовые аргументы. Либо они должны сами оттуда уйти, выкупить свои акции. Очень много моментов, в которых здесь, если честно сказать, я не разбираюсь. Этих тонкостей не знаю. Видите, с одной стороны, это дело серьезное. И акции трагировали. С другой стороны, все-таки торгуются иностранные акции. Там все ребята уже давно в офшоре. И все у них в офшоре. Единственное, они могут действительно не получить деньги, если что-то проверка выявит за сделку. А может быть, они уже получили эти заложенные акции от гонконгской компании. И они все равно их могут реализовать. Здесь очень много вопросов. И пока что нет ответов. Поэтому пока я понахожусь в акциях. И дальше буду ездить в поп-комна, посмотрю, что и как будет. Что касается покупок в Китфинанс, были у меня небольшие покупки. Вот 21 февраля. Значит, покупки у меня были на сумму 1436 рублей. А комиссия составила 1 рубль 15 копеек. И биржи, и брокеры. Вот брокеры 72 копеек, и биржи 43 копеек. Это были куплены вот те самые 5 акций Киви. Давайте я вам сейчас покажу это. 21-го, 2-го, 24-го. Вот я купил сначала, получается, 2 акций Киви. Это у меня было по рынку. Цена вышла 279 рублей. Итого я потратил 578 рублей. И потом я докупил чуть позже. Вот в 13-17 я смотрел, как цена получается дергается. Ну, решил не выжидать позицию. Взял еще 3 акции. Это у меня уже были лимитные заявки по 286 рублей. Ранее это я вам показывал в Телеграме. Я эти сделки тоже показывал. Это вышло у меня на 858 рублей в общей сложности. Всего вышло у меня на 1436 рублей. Также, видите, у меня еще остаток остался 10 833 рубля. Это как раз все дивиденды. Я сюда пополнение не делал. И эти акции тоже были куплены с дивидендов. И всего в совокупности, видите, у меня 682 830 рублей. Сейчас мы перейдем уже в мой портфель в кабинете. Там я вам покажу то, что мой портфель соответствует данным значениям. Вот так выглядит мой портфель в Китфинанс. На сегодняшний момент это 681 873 рубля. В долларах это 7361 доллар. Состояние данного портфеля это актуально на 27 февраля. Вот сегодня я записываю этот ролик. Напомню, тут учитывается и США, акции и Россия. Все тут обновляется. В мобильном приложении акции из США не обновляются. Но также отсюда вычтены у нас фонды Финнекс. Они обнулены. Всего у меня 670 тысяч. Это реально в активах уложено. 10 тысяч это у меня, конечно, наличные деньги. Но тут немножко 97 долларов. Тут, правда, ошибка. Это не рубля, а доллар. Это на вне биржи Warner Brothers Discovery. Несколько акций, когда выделялись они у нас из AT&T. Также по площадкам здесь видите основной рынок. Вне биржевого рынка. Вот они лежат на вне биржевом Discovery. По валютам здесь получается доллар США больше занимает, чем российские акции. Но российские акции тоже хорошо подросли. Здесь и Америка хорошо подросла. И сам по себе доллар вырос. И того здесь больше. Заблокировано, конечно, у меня, именно моих личных средств, конечно же, меньше. Потому что американские акции, я думаю, тысяч. Так это на 100 отраслей. Где-то, может быть, по 400 тысяч. С учетом фондов у меня, может быть, и заморожено было. Сейчас пока сложно сказать. И я не считал детально. Warner Brothers Discovery. Цена базовая вот 10. Но это все должно измеряться в долларах. Они почему-то в рублях написали. Потому что это американская акция. Вот видите, фонды Финнекс. Как бы они на счете ДПУ есть. Вот видите, количество 50, допустим, вот этих. Но они обнулены. Остальные акции здесь вот в режиме реального времени. Плюс у нас обновляйте. Вот видите, Nvidia сейчас взлетела на хорошем отчете. Вот она уже 40 тысяч рублей стоит. Теперь давайте уже посмотрим портфель в приложении Китфинанс. Вот так на сегодняшний момент выглядит мой портфель. Видите, убыток минус 4 тысячи. А был даже плюс 10 тысяч прибыль. Ну, здесь Kiwi подкачал. Там по полиметалу вышли плохие новости. Он упал. Ну, и плюс рынок на санкциях, на высокой ставке, на негативе немножко подупал. Хотя вчера, после того, как санкции оказались слабенькими, рынок отскочил. Но что имеем, то имеем. Плюс здесь еще, раз говорю, учитываются цены по заблокированным бумагам где-то на март месяц. Ну, тогда, когда они заблокировались. Вот так вот выглядит мой портфель. Вот такие здесь акции. Ну, здесь в основном расписки. Но уже некоторые акции переехали. И поэтому некоторые уже котируются как акции. Кстати, Тиньков тоже переехал. И его уже переименовали. Хотя у меня его нет. Он тоже уже будет российской акцией. Возможно, я тоже его куплю. Но надо подождать цену, конечно же, подешевле. По Росагру здесь, в принципе, говорить нечего. Отчета не было. По переезду у них ничего не известно. Единственное, что плюс, то, что Китай нарастил огромное количество закупок там мяса, свинины. И все это дело может быть на руку и Росагра, и Черкизова. Черкизова, кстати, объявила дивиденды. И у них получается, ну, неплохо. Они подвыросли. И акцию всю эту хочу купить, но никак не получается. Все, жду лучшую цену, а она все растет и растет. Эталон здесь тоже пока что ничего. Здесь мы ждем переезда. Пятерка здесь тоже мы ждем, когда ее внесут в системно-значенную организацию, и будет плавный переезд. Видите, цена дороговатая. Конечно же, она еще дешевая. По сравнению, сколько она может стоить на Мосбирже? Тысяч пять точно. Удвоится она еще может. Но у меня средняя, видите, 2083 рубля. Это 32 акции. Уже вот плюс 12 тысяч плюсует. Тут у них уже даже дивидендами рублей 300 на акцию скопилось. Фикс прайс здесь пока ничего. Ждем дивидендов. В течение двух месяцев их выплатят. Около 10 рублей на акцию. Будет поменьше, где-то 250 рублей. Может быть, после дивидендов свалится. Можно будет нарастить позицию. Напомню, фикс прайс отказался в Россию переезжать. Он будет у нас в Казахстан. Здесь у нас все уже переехали. Ждем дивидендов. Медицинский центр. Видите, все уже переименовали. Единственное, здесь владельцы компании продали свои основные пакеты менеджменту. Пока сложно сказать, как это повлияет. Ну, инвесторы вроде бы как это сначала как негативно восприняли. Но так в среднем не сильно как-то это повлияло. Новость в отличие от новостей полиметалла и киви. У меня здесь еще 16 акций. Средние 770 рублей. Конрайшу не буду. Глобал транс. Сейчас пока тишина. Ждем, может быть, смогут выплатить дивиденды. Headhunter тишина. Ждем тоже переезда. По киви я уже все пояснил. Значит, мать и дитя ждем переезда. Заявили, что они выплатят 100% скорее всего денег от чистой прибыли даже за прошлые года. Озон пока тишина. Полиметалл здесь я ранее все рассказывал. В предыдущем видео, если коротко, здесь они продали российский бизнес. И на этой новости завалилась, получается, очень сильная акция. И здесь сейчас где-то у нее справедливая стоимость. Так она торгуется на Казахстане. То есть сейчас у нас здесь, по сути, торгуется все казахстанский бизнес. Здесь я пока сижу. Может быть, буду обменивать на казахстанские расписки. Что касается дивидендов. Они пока их отменили. Тем более, они за 300 миллионов всего лишь им досталось с чистыми деньгами. Они его продали. А убытки по полиметаллу из России и все остальное ушло новому владельцу. Не помню, кто их купил. Из головы вылетело. Но читайте в интернете. А может быть, вы уже это и знаете. Кто-то, конечно же, застрял очень хорошо. Полиметал я видел у людей. Сотнями тысячи измеряются убытки. Не знаю, куда они столько набрали. Я, видите, грамотно благодаря диверсификации. У меня и в Киви немного. И здесь немного. В Киви, видите, у меня на 20 тысяч. Здесь на 25. Даже если зафиксирую убытки. Жалко до 17 тысяч. Но это будет небольшие деньги. Я пока подожду. Может быть, обменяю. А может быть, будет какая-то спекулятивная здесь вспышка. Или какие-то объявленные дивиденды. Может быть, на этом инвесторы это откупят, не разобравшись, например. Как у нас с Киви не разобрались и начали сливать. Не на странную компанию получается. Может быть, будет убыток меньше. Конечно же, до моей среди, до 1100 вряд ли она дорастет. Но может, хотя бы до 500, до 600. Хотя бы, чтобы убыток сократился в два раза меньше. Тем более, еще раз говорю, этот капитал 25. Но пусть в Киви еще 20. Но 45 тысяч мне особо по году не сделать. Поэтому пока посижу. Но куда-то тоже перекладываться. Ты их быстрее отобьешься, чем будешь здесь. Ждать. Для этого у меня есть и кэш. Я лучше кэшем войду в другие позиции. А здесь, пускай так, как говорится, она есть. Не просит. Был бы здесь большой капитал. Действительно. Может быть, имело смысла зайти куда-то еще. А так как здесь несущественно. И это несущественно особо. Также, если я переложу, это не сильно скажется в других активах. Может быть, там придется тоже годами отбивать тот же самый минус. Что здесь годами сидеть в надежде. Что там, то и на то. Поэтому пока так. ПВК здесь пока тоже ничего нового. Напомню, они тоже переехали уже. Здесь у меня среднее 850 рублей. И, может быть, добью. Вот у меня с акций до 20. Жду подешевле. Яндекс. Здесь ждем сделку. Уже ее оформили. Создали фонд специальный, где будут у нас управляющие этой компанией. И ждем уже полноценного переезда. У нас будет обмен. Но говорят, те, кто на московской бирже, скорее всего, будет обмен. Один к одному. Проблем не будет. Те, кто покупали евроклии с дисконтом, могут быть проблемы. И там, скорее всего, их выкупят. И, может быть, выкупят с дисконтом. То есть, есть некоторые моменты. Здесь, ну, тоже нам только ждать. Вот у меня 5 акций. В среднем, ну, почти что 2,5 тысячи. По чуть-чуть компании переезжают. Где-то есть нюансы. Где-то есть попадос в виде полиметалла и киви. Вот это два попадоса у меня. Где ставка не сыграла. Но в киви есть вариант. Я же расписывал вначале. Что здесь главное дождаться марта и посмотреть. Либо там уже потом надеяться на какие-то удачные, еще раз говорю, спекулятивные моменты, еще что-то отчет. Ну, может, удача у нас подвернуться. Здесь с Кемиром также было очень много вспышек, где можно было удачно выйти. Здесь просто нужно наблюдать за новостями, контролировать это дело. Полиметалл здесь тоже не все так плохо. Да, сейчас торгуется казахстанский бизнес. Можно будет обменять. Но там тоже есть нюансы. Я расписывал, какие могут быть варианты. Надеюсь, данное видео понравилось. И моя стратегия вам тоже. Такая непростая, хитрая понравилась. Ставьте лайк. Посмотрим, к чему эта стратегия приведет. Можете поделиться данным видео с своими друзьями. Может быть, им эта стратегия будет тоже интересна. Но еще раз говорю, данная стратегия – это не панацея. Она ничего не гарантирует. Пишите свое мнение в комментариях, есть ли у вас акции Киви. И вообще, может быть, вы их продали. Ну и вообще, куда инвестируйте, куда вкладывайте и тому подобное. Будет интересно прочитать. На своем связи был я, Фокин Евгений. Всем пока. Скоро увидимся. Не переключайтесь. Впереди много полезных и интересных видео.